Всего в крае насчитывается 185 тысяч лесных участков. Нормы лесной амнистии применены более чем в 300 случаях для граждан, чьи дома и дачные участки оказались у кромки леса или в границах лесного фонда. До сих пор такое соседство приносило дачникам лишние приятности. Недвижимость либо не регистрировалась, либо даже при наличии зарегистрированных прав собственности находилась под угрозой, ее могли отнять. Если у гражданина или у юрлица границы участка и его участка определены, то есть есть координаты, проводилось межевание участка, то он может посмотреть на этой публичной карте и увидеть, пересекается участок или нет. Если право собственности возникло до 1 августа 2008 года, человеку не нужно согласовывать изменения с лесным реестром. По словам Елены Бандуровой, в крае пока ни разу не отказывали тем, кто подал документы на лесную амнистию. У гражданина есть земельный участок, и он желает уточнить границы земельного участка. И право у него возникло до 1 января 2016 года, и границы его прежние были внесены в реестр ранее, вот лесного участка, тогда он имеет право, то есть мы применяем лесную амнистию. Если гражданин решил образовать земельный участок, и он вдруг пересекается с лесным участком, то в этой ситуации лесная амнистия применяется, если на этом участке есть объект недвижимости, например, жилой дом, право на которое возникло тоже до 1 января 2016 года. По-прежнему в крае остается много неузаконенных участков. В прошлом году Росреестр выявил более тысячи нарушений. В случае их выявления собственникам выписывают предписание с требованием их устранить и штрафуют на сумму около 5000 рублей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости.